СВД ХИСТОРИ представляет Толстый Густав – рельсовая супер-пушка Второй мировой войны. Толстый Густав был самым большим артиллерийским орудием когда-либо изготовленным. Перед началом Второй мировой войны Гитлеру требовалось разрушительное оружие для вторжения во Францию, способное разрушить линию Мажино. Пробивающий несколько слоев бетона и стали Толстый Густав был разработан в 1934 году немецким производителем оружия Круп. Эта гигантская железнодорожная пушка весила 1350 тонн и имела общую длину 47,3 метра. Он был установлен на железнодорожном шасси, работающем на специально построенных рельсах, и его нужно было разобрать и собрать для установки. Даже для кранов требовался набор внешних рельс. Длина его ствола составляла 32,5 метра или 168 дюймов, и он мог перемещаться только вверх или вниз на 48 градусов вертикали. Наведение на цель достигалось с помощью изогнутых рельс. Калибр оружия составлял 80 сантиметров или 31 дюйм, а тяжелые бетонобойные или осколочно-фугасные снаряды весили 7 тонн, что делало их самыми большими и тяжелыми снарядами из всех артиллерийских орудий в мире. Пушка могла вести огонь на дальность 47 километров или 29 миль. После нескольких выстрелов ствол изнашивался и нуждался в замене. Артиллерийское орудие требовало ошеломляющего количества экипажа. Для сборки орудия требовалось 250 членов экипажа и занимало 3,5 дня, в то время как для прокладки гусениц требовалось 2500 членов экипажа. Зенитные орудия также были необходимы для защиты орудия от атак с воздуха, поскольку оно было хорошо видно из-за его размера. Толстый Густав будет строиться в течение 30-х годов, но он не поступит в эксплуатацию до 1941 года. Он выпустил 300 снарядов по нескольким позициям противника, включая советские крепости и склады боеприпасов. После этого тяжелый Густав был перевезен в Ленинград, но атака была отменена. Неизвестно была ли сконструирована вторая пушка или это было прозвище немецкой артиллерийской бригады, но в 1942 году орудие, известное как Дора, действовало под Сталинградом, но было отозвано оттуда. В 1942 году немцы предложили сконструировать новую версию пушки, установленную на самоходной платформе, которая могла бы двигаться без железнодорожных путей. Ее назвали Land Cruiser P 1500 Monster, однако в конечном итоге эта идея была отвергнута, так как война подходила к концу. Толстый Густав по некоторым данным был уничтожен немцами 14 апреля 1945 года, чтобы предотвратить его захват противником. Его обломки в дальнейшем изучали советские специалисты. В целом толстый Густав был довольно непрактичным оружием, требующим большого количества экипажа и установки для ввода в эксплуатацию. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео.